Однажды на урок в класс, в котором училась Настя Короткова, пришла Ирина Чекмарёва, инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения. Именно после этого девушка решила, стану полицейским. И по окончании школы поступила в Московский университет МВД. И вот уже около года она полноправная коллега Ирины Валентиновны. Это невозможно не любить. Вот эти детские глаза, которые с жаждой воспринимают новую информацию, и на тебя смотрят, в это невозможно не влюбиться. Дети – главные помощники инспекторов по пропаганде безопасности дорожного движения. И чаще сотрудники ГИБДД приходят к ним в гости, в школу, в детские сады. Но в этот раз ребята пришли поздравить юбиляров с солидной датой – 85-летием. Для второклассников школа номер 7 провели интересную экскурсию, рассказав о работе ГИБДД в стенах здания. И вот это окошко высвечивает клиент номер 1, вызывается к окошку, положим, номер 4. И человек подходит к своей очереди. Классы, которыми руководит Оксана Викторовна Краснощокова, уже около 10 лет дружат с инспекторами ГИБДД. В результате в местном импровизированном музее появились фигуры инспекторов – мужчины и женщины. Чтобы дети не только слышали одну сторону медали, когда говорят, что сотрудники ГИБДД очень страшны, что их надо бояться. Они видят совсем другую медаль. Они видят людей, которые спасают, которые работают каждый день для того, чтобы у нас было на дороге хорошо и свободно. И на этот раз гости приехали не с пустыми руками. В подарок привезли еще одну фигуру – юного инспектора дорожного движения, созданного ребятами и родителями. Сотрудники отдела, пользуясь случаем, проэкзаменовали ребят и вручили им в подарок фликеры. И те, кто впервые посетил Ленинское управление ГИБДД, и те, кто уже бывал здесь, остались довольны встречей. Я узнала, что здесь делают номера машинам, и здесь очень интересно. Если людям нужна помощь ГИБДД, то они могут позвонить, и ГИБДД им поможет. Праздник, который стал частью работы, завершился. Но впереди ли это? И перед инспекторами по пропаганде стоят большие задачи. До минимума снизу количество трагических случаев на дороге. Сегодня вот эти хорошие события, яркое солнышко и улыбки детишек, это, наверное, лучше подарок у нас. Потому что зачастую приходится работать с дорожно-транспортными происшествиями, в которых страдают детки. Приходится выезжать на эти дорожно-транспортные происшествия, и там уже встречаться с бедой, с трагедией, что очень страшно. И очень хочется пожелать каждому нашему участнику никогда в жизни не быть в этой ситуации. Татьяна Брылова, Данил Свидерский, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.